Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, соратники! Сегодня здесь все мы соратники, все мы действительно находимся в одном окопе. Кругом измена, трусость и обман. Так, в 1917 году, 3 марта, записал в своем дневнике государь-император Николай II. И давайте оглянемся сегодня вокруг нас и посмотрим, как будет реагировать современная элита, олигархи, капиталисты, которые окружают Путина на то, что происходит в Украине. Я был на Украине всего лишь неделю назад, гулял среди этих людей, среди предателей, смотрел им в лица. И теперь точно могу сказать, что любое заявление с эхо Москвы, с радио Свобода о поддержке Майдана, можно смело расценивать как предательство Родины. Именно там сидит пятая колонна, которую сейчас нужно зачистить. И если Путин ее не зачистит, все закончится так же плачевно, как в 1917 году, царским режимом. Мы не в первый раз подошли к такой черте. 1812 год, 1917 год, 1993 год. И везде была одна и та же ситуация. Предательство элит, предательство бояр, предательство олигархов, предательство номенклатуры. Но всегда государь находил правильный ответ на это. Всегда в такой роковой ситуации умел сплотить государь массы, революционные массы, напрямую обратиться к ним путем опричины. И именно к ним призвать, к ним обратиться, к народу. К сожалению, только Ленин и Сталин смогли обратиться к народу. Но Николай не смог этого сделать. Иван Грозный при помощи опричины смог напрямую обратиться к народу. И он победил. И именно так Владимир Владимирович сможет победить эту хромовую предательство, которое окружает его со всех сторон. В информационной среде, в экономике, в политике. Предатели засели везде. И пока мы не очистим эту пятую колонну, будет сохраняться опасность того, что сейчас происходит на Украине. Это не мой укор. Все, что происходит сейчас на Украине, это не мой укор всем нам. Не только элите, но и нам. Мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу и сказать, что мы готовы. Мы готовы записываться в добровольцы. Мы готовы идти к военкоматам. Мы готовы забирать оружие и отправляться на фронт. Мы готовы. Мы готовы. Владимир Владимирович, мы готовы. Владимир Владимирович, только при газ мы ждем, не дождемся вашего фаза. Ура! Сегодня, после моего визита на Украину, нескольких визитов, мне всю ночь звонили бандеровцы с угрозами. Самое мягкое было повесить меня на суку, сделать со мной что-то страшное. Но утром, утром начали звонить мои друзья из Воронежа, из Ростова, из других городов России, из Белгорода. И говорили, Андрей, чем мы можем помочь? Мы уже отправляемся, мы в автобусах сидим и отправляемся на помощь нашим братьям, чтобы этого не случилось в Донецке, в Луганске. И в Луганске ровно такое настроение. Они готовы, они смотрят на нас, они смотрят, что мы их не предадим. И мы должны сказать нашим братьям на Украине, мы их не предадим! Мы их не предадим! Мы их не предадим! Итак, оккупация сегодняшняя закончится, я уверен, у стен Вашингтона. И на руинах Вашингтона напишут наши имена! Слава России! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин!